Привет, я Николай, это канал Таксиум на Субару. Сегодня у нас воскресенье, 27 февраля и решил я сегодня попробовать включить доставку. Многие пишут, спрашивают, почему не катаю, хвалят, не знаю. Для меня доставка такой отдельный момент, потому что сталкивался с большим ожиданием получателей и все в этом роде, но не знаю. Сейчас работа идет напряжно, поэтому нужно пробовать искать варианты, поэтому сегодня включил экономную доставку и посмотрим, как что пойдет, как что получится. Выезжаю сегодня поздно, как многие любят, выезжать попозже, работать поменьше и при этом иметь желание много зарабатывать. В общем время час дня, выехал сегодня в обед, сейчас выхожу на линию и буду ждать заказ, посмотрим. Об одном только желаю, чтобы не закинуло на барахолку, а еще тем более с какой-нибудь доставки где-нибудь там широкаться. Ну, будем надеяться на лучшее. В общем, посмотрим. Как дела? Ничего потихонечку. Как работа? Не знаю, я только выезжаю. С вами помните, два года тому назад знакомились. На Калинине не самса, правда едешь тандырная? Возможно. Тут тоже работаю курьером, везде вижу вас, ну не всегда вот так, весь, ё-моё. На Калинине самсу пушили, тандырная. Может быть, может быть, да. Все, брат, удачи вам. Все, счастливо. Николай. Так, есть первый заказ и фортовый заказ, так скажем, коротыш. Сама поездка получается два с половиной километра. В общем, начало неплохое. Жан Сугурова 607, да? Ага. Здравствуйте. Яндекс вас покатал, да, я смотрю пока? Да. По кругу. Или вы еще высаживали кого-то? Я его саживал там. Пока доставка что-то не стрельнула. Пока третий коротыш здесь по району. Район 1-й Алматын. Пока стреляют коротыши, в общем. Под цепочки стрельнул еще один коротыш и подача тут через четыре дома. И опять на район на Шолохово. Пока, в общем, меня держит дома. Яндекс показывает вообще 760 тенге. Я ему скажу 1400. Да, от Джанни Кидзи. Немного? Немного. А там... Отплачивает он будет, да? Живит. Нет, часто таксисты приезжают, особенно большой заказ. А не можно мы отменим яндекс? Ну, сами, чтобы не платить процент. Ну, да, конечно. Я спрашивала у клиента, я говорю, можно, чтобы не через яндекс? В общем, интересный такой заказ в плане того, что отвез пассажиров и они еще попросили отвезти раков, то есть три пакета с раками на адрес. Я их отвез по Яндексу, получается, до точки здесь коротыш. И здесь, в принципе, по району вот сколько? Пять километров, десять минут отвезти этих раков уже без Яндекса. Она посмотрела, говорит, 700 тенге выходит, скажу ему 1400. Это получатель оплачивает. Ну, 1400, 1400, ладно. Вот сейчас поеду, десять минут без Яндекса, без процентов, 1400 тенге. Практически весь газ отбитый. Да не практически, а весь, потому что сегодня все равно я много не намотаю, так как в обед выехал. Практически газ отбил. Нормально. Все. Отдал раков, выхожу дальше на линию, ловить следующий заказ. В общем, реального заказа по доставке пока так и не было. Так, опять 2,9, правда, подача, но опять на район. Поехали, 6 минут, дождутся, не дождутся. На окан серы будет поездка в шалаху. Как-то так фартист, что на районе держит меня. Даже выехал с района, все равно заказ на район. Классно. Может, получится даже какие-то гарантии заработать все будет. Не знаю. Вот первый заказ по доставке пришел. С каким-то коэффициентом, по-моему, 250. Заказ от дверей до дверей. Ну, суммы на доставке, я вам скажу, конечно, мощные. 23-го я помогал супруге с букетами заниматься. Она съедобными букетами делала отправку. Суммы, конечно, выходит космически. Где-то в тот день я машин 30, наверное, доставки отправил. Несколько подписчиков даже встретил. По району даже бывало, что, не знаю, пиковое какое-то время, видать, повышенный коэффициент. Там, грубо говоря, 4 километра. Он пишет 4000, там, доставка. Проходит какие-то, ну, там, буквально минут 10. Проверяешь, там, 300 пишет. Ну, то есть, такие суммы немаленькие. А заказ, кстати, с моего дома не жена ли мы и отправляет что-то. Будет прикольно. С нашего... А, нет, не с нашего, а с соседнего переводка. Здорово. Здорово. Вот. Он сам заказал. Так, Тайжана 50 долларов. Да, вот он сам заказал. Всё хорошо. Спасибо. Повелся. Выезжать, смотришь. Да я знаю, я здесь на соседней улице живу. Так, заказ взял. Угу. 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 35 минут. 22 километра. 2660 тенге. За 30 минут 2600. Минус. Комиссия 2000. В принципе, даже больше двух там выйдет. В принципе, неплохо. Поэтому, едем. Кто-то ещё, из водителей очень многие, они умудряются ещё брать по берегу. Ну, я по берегу не беру, не катаюсь. Это кто уже там давно в такси, наверное, привыкший. То есть, вот сейчас я буду 35 минут ехать. Пустой. А можно ещё по пути, в принципе, пособирать пассажиров. И ещё лучше будет. То есть, в принципе, доставка достаточно такой интересный момент. Ну, не знаю. Я не особо люблю доставку. Ну, сейчас, если будет сложно с работой, будут дешёвые цены, то будем и доставку катать. Зарабатывать надо. Так, вообще, по правилам доставки, когда проходим ли тестирование, насколько помню. То есть, когда забираешь доставку, ты должен позвонить получателю, уточнить на месте он, не на месте. Потому что, ну, в частности, у меня очень давно была такая ситуация, что взял доставку, там какой-то пакет с вещами, приехал. То есть, заранее не позвонил, приехал, звонил пассажиру, а он вообще не в Казахстане. А, нет, был в Казахстане, но не в Алма-Ате. Всё, созвонился с отправителем, привёз назад. Ну, сейчас, я так понимаю, насколько, по словам отправителя, заказ сделал сам получатель. Поэтому, думаю, звонить нету надобности. Уже я туда буду подъезжать, позвоню. Хотя даже, когда поезжать буду, зачем звонить, потому что заказ до двери. Хотя там частный сектор, по всей видимости, потому что не квартира, там ничего, каких-то дополнительной информации не указано. Просто адрес, улица и дом. Подъехал здесь автосервис, сейчас позвоню получателю. Алло. Алло, здравствуйте, Яндекс.Доставка, я вот к автосервису подъехал, куда здесь зайти? А, да, сейчас заберу. Ага, хорошо. Так, что тут? Выдача окончена. Так, завершаем, вот всё. Завершаем поездку. Завершаю поездку. 36 минут, 22 километра, 2660 тенге. По цепочке с доставки, по-моему, не приходит. Вежливый, указали адрес. Чаевые, не знаю, оставили или нет. Так, вежливый. Сколько тут пунктов? Так, и что получилось? Чистыми. Где? 2100 тенге за 35 минут. Нормально. Всё, жду следующий заказ. Разбокируем к 120. Завершаю заказ 11 минут. Почти 12,7 километров, 890. Сейчас под цепочкой ничего не строил, но и дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, как-то слаболастенько у меня с доставками. Еду я уже на 13-й заказ. Из них только одна доставка. Может быть, в воскресенье доставок. У меня еще много, не знаю. Пока эконом, 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 эконом. Причем такие неплохие. Короткие, средние. Ну, или дальние по Альфа-Араби, которые быстро делаешь. Не знаю. Что-то мало-мало доставки сегодня. У меня просто тоже заказ отсюда. Гуль 1,52B. Так, ну что. Завершаю на сегодня. Время 6 часов. Без трех минут 6. В принципе, неплохо. За сколько? За 5 часов работы я сделал 10500 чистыми и 1750 бонусом. То есть 12000. 12000 за 5 часов. Эконом плюс доставка. Но доставка была только одна. И то получилось, получается, что доставка была вообще не в тему. Это потому, что сожрала бонусы. Так бы бонусов было побольше. Сама доставка вышла 2660. И там много бонусов съедено было. Поэтому не знаю. Но, думаю, надо попробовать. Будет выходной. Ой. В рабочий день. В будний день покатать. Как будет стрелять доставка в будний день. Потому, что, я говорю, сегодня за 17 заказов из них один только был по доставке. Доставка была от двери до двери. Ну, не знаю. Но, по идее, результатом я доволен. В плане заработка. То есть за 5 часов 12000. Ну, минус там. Туда даже можно и не отнимать минус газ. Потому, что была вот поездка за 1400. Которые, помимо Яндекса, я думаю, этими 1400 я отбил весь газ. Весь расход на топливо. Поэтому 12000 чистого заработка за 5 часов получилось. Я думаю, вполне себе неплохо. Еще кайф в воскресенье ездить. Потому, что нету пробок. Свободно. Классно. В общем, как-то так. Можно вот дополнительно выезжать. Включать доставку. Включать эконом. И кататься. Думаю, свыше 2000 даже получилось в час. Заработать это вполне себе неплохо. В общем, как-то так получилось. Спасибо, что посмотрели. Всем всего хорошего. Пока. Удачи. Субтитры создал DimaTorzok Пока. Пока. Пока.